Всем привет! В эфире главное украшение твоего дня. Специальная подборка новостей от команды Универньюз. Сегодня с вами я, Елизавета Евтифеева. Державенские чтения вновь стартовали в Казанском федеральном университете. КФУ посетил ректор высшей школы экономики Ярослав Кузьмин. 18 октября прошло открытие 20-й молодежной школы по когеретной оптике и оптической спектроскопии. Настало время объединить усилия и найти ответы на волнующие вопросы. Аделя Шмелова увидела, как это делают поэты, драматурги, юристы и следователи. С самого утра в Казанском людском саду было не тихо. В одном из самых красивых скверов города состоялось возложение цветов к памятнику Гавриилу Державину. В церемонии приняли участие представители Казанского федерального университета, Всероссийского государственного университета юстиции и все те, кто неравнодушен к жизни и творчеству известного драматурга и госдеятеля Российской империи. А после состоялось не менее торжественное открытие научно-практической конференции «Державинские чтения», которая проводится Всероссийским государственным университетом юстиции с 2005 года. Несмотря на то, что державинские чтения в КФУ выглядят вполне логично, ранняя конференция на протяжении 10 лет проходила исключительно в Москве. Однако 11-е державинские чтения уже состоялись в ноябре прошлого года в КФУ и теперь снова открыли свои двери на базе старейшего университета страны. Масштаб личности Державина, значение его многогранного творчества со временем проступает все более явственно. Образ Гавриила Романовича притягивает всех, кому небезразлична судьба нашего Отечества. О чем и говорит масштаб нашей сегодняшней встречи, ибо в этом зале, где обычно выступают государственные деятели и проводятся крупные международные мероприятия, сегодня находится очень много гостей. И самое главное здесь же, в этом зале вместе с нами представители наших вузов, наши студенты, те люди, которые придут на замену к нам завтра. В церемонии открытия приняли участие студенты и преподаватели Казанского федерального университета, Всероссийского государственного университета юстиции и заслуженные научные деятели. Обсуждению подлежат такие важные темы, как российский суверенитет, гражданское и семейное законодательство, проблемы криминализации и многое другое. Если посмотреть на политику предстоящих докладов и научных сообщений, то смею предположить, что нет ни одной отрасли отечественного права, те или иные аспекты, которые не рассматривались бы участниками нашей конференции. Здесь уместно заметить, что предстоит заслушать примерно 400 докладов и научных сообщений в рамках заседания восьми круглых столов. Кстати, среди интересующихся жизнью Гавриила Державина не только профессора и молодые исследователи. Весьма отрадно, что школьники не остаются в стороне. Так, например, ученица первой московской гимназии зачитала стихи собственного сочинения, которые посвятила известному поэту. Наверняка молодые таланты еще неоднократно проявят себя в стенах университета, ведь решение о том, чтобы КФУ стал постоянным домом конференции, уже единогласно принято. Аделя Шамилова, Руслан Урозаев, Универньюз. Казанский федеральный университет посетил ректор Высшей школы экономики. Подробнее смотрите далее. Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов по приглашению ректора КФУЛШ от Агафурова посетил лабораторию учебной аудитории Казанского университета. Цель его визита в Татарстан это выступление с лекцией на тему человеческий капитал как ресурс развития России в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Сразу после лекции гости из Москвы продемонстрировали возможности Химического института, Института геологии и нефтегазовых технологий, Института физики и, конечно, лаборатории и исследовательские центры Института фундаментальной медицины и биологии. За время небольших экскурсий гости продемонстрировали результаты работы ученых Казанского федерального. По их словам, знания, полученные здесь, в будущем позволят спасать жизни людей. Анастасия Иванова, Руслан Урозаев, Универ Ньюс. Разрезание ленточки и бурные аплодисменты 17 октября означали только одно. Состоялось торжественное открытие нового корпуса филиала Казанского института Всероссийского государственного университета юстиции. Как это было, смотри в сюжете Дианы Шиловой. Дианы Шиловой. Преподавание будет использоваться, так как инновации – это уже часть нашей жизни. Университет юстиции сотрудничает со многими зарубежными вузами. Ректор Ольга Александровна сказал, что университет намерен проводить в Казани международные конференции. Приглашать профессоров европейских университетов для чтения лекций. Приехали на целую массу мероприятий. Во-первых, это открытие казанского филиала. Во-вторых, у нас на днях состоятся держательские чтения, конференция всероссийская. В общем, собственно говоря, мы будем участвовать в этой конференции. Чуть позже в здании «Татаринформ» прошла пресс-конференция, связанная с открытием держательских чтений, где спикеры ответили на все интересующие журналистов вопросы. Главной темой конференции стало открытие нового корпуса. И, как сказала Ольга Александровна, переезд держательских чтений в Казань. Можно сказать, что конференция привела, конечно, статус международный. И вот, наверное, при обсуждении вопросов мы поставим, может быть, такой момент возникнет, что на следующий год держательское чтение объявить международные научные конференции. Посещение научных мероприятий и участие в конференциях – отличный шанс набраться ценного опыта и публиковать свои труды в научных изданиях. Накопленный опыт написания научных работ, помогая студентам в дальнейшем обучении в магистратуре и аспирантуре, а также в защите дипломов и диссертаций. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюз». Президент Татарстана двумяным рабочим визитом в Республике Беларусь. Миниханов встретился с представителями татарских общественных организаций в Беларуси. Президент поблагодарил их за то, что вдали от исторической родины удалось сохранить традиции и обычаи, родной язык и культуру своего народа. Жители Казани могут проголосовать за лучший объект города. Более 60 архитектурных объектов представлены в следующих номинациях. Лучший архитектурный объект, лучшее благоустройство, лучшее комплексное решение объекта и лучшая малая архитектурная форма. В набережных Челна состоялся долгожданный КВН «Новые лиги КАМА». Гран-при досталось команде сборной Елаборского института КФУ. Пациентов с нейрологическими заболеваниями в Казани будут лечить с помощью медицинских игр. Проект был разработан программистами ТИССА вместо сотрудниками лаборатории Digital Media Lab. 21 и 22 октября в доме музея имени Аксенова пройдет уже пятый по счету российский джазовый фестиваль «Лео Рекордс». «Лео Рекордс Фестиваль in Russia» — необычный фестиваль современного джаза и новой импровизационной музыки. Театр «Куколы Кияд» сыграет первую премьеру сезона. Премьера спектакля «Не хочу и не буду» Геннадьевой запланирована на 18 и 19 ноября. Станислава Галимова и Закбарса признали лучшим вратарем недели. 28-летний голкипер помог казанцам одержать 8 побед подряд и выйти казанцам на первую строчку турнирной таблицы Восточной конференции. 18 октября в стенах Казанского федерального университета прошло открытие 20-й молодежной школы по когерентной оптике и оптической спектроскопии. Смотрим далее. Открытие школы проводится совместно с Казанским физико-техническим институтом и Академией наук Республики Татарстан. В качестве лекторов выступили как известные деятели наук, так и молодые ученые. Ими были зачитаны доклады на тему развития оптических исследований, в том числе нанооптики, наноэлектроники и физических основ телепортации. Школа когерентной оптики и оптической спектроскопии начала свою деятельность в 1997 году во всероссийском масштабе, вскоре перешла на международный уровень. Цель молодежной школы сегодня – передача знаний, накопленных за долгие годы научной работы студентам и молодым ученым, обмен опытом с зарубежными коллегами и дальнейшее развитие оптических технологий. Я думаю, школа в самом деле пользуется большой популярностью, особенно у молодежи. Даже лекторы с удовольствием всегда приезжают у нас из МГУ, из Фестеха, из Иркозы, из Сибири, ну вообще со многих республикций, из Санкт-Петербурга, со многих центров. Лекции читают на самом высоком уровне, я считаю. Алина Турсенбекова, Алина Бондарь, Роман Самарин, Универньюз. Написать книгу – это одно, отредактировать и выпустить в свет – большой труд. О специфике и перспективе издательской деятельности студенты высшей школы журналистики узнали на мастер-классе. Подробности в следующем сюжете. Книги как жили, так и остаются жить. И хорошо, что наши люди все-таки читают. Такими мыслями поделился со студентами генеральный директор татарского книжного издательства. Ильдар Сагдачин посетил родные стены Казанского федерального с мастер-классом. Он рассказал об издательской деятельности. Многие не воспринимают ее как журналистику, хотя издательство продолжает входить в структуру средств массовой информации. Мы в любом случае взаимосвязаны. Если мы хотим вырастить профессионального журналиста, мы должны сделать так, чтобы у него было много знаний. Ведь меньше ошибается только тот, кто больше знает. А для того, чтобы было больше знаний, люди должны больше читать. Мы производим сегодня в год, наверное, около 200 книг, которые востребованы, которые расходятся и покупаются, и в библиотеках есть. Татарское книжное издательство выходит на новый уровень. Предлагается более удобный ресурс, реализуется проект в интернете. Это сайт, где любой желающий может заказать книгу или же почитать онлайн-версию. От учебного материала до художественной литературы. Некоторые экземпляры переведены аж на 15 разных языках. Ильдар Сагдачин на своем примере поделился, как могут увеличиться продажи в книжном издательстве. По его словам, в этом никаких сложностей нет. Главное – правильная подача. За небольшой промежуток времени генеральный директор издательского дома поделился своим профессиональным опытом и ответил на все интересующие вопросы студентов. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влетьяров, Универньюз. На сегодня это все новости. Будь всегда в теме с Универньюз. Пока.